Далее эту тему будем обсуждать с нашим следующим гостем. К нам присоединяется Игорь Александрович Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем, Игорь Александрович. Ну вот, Игорь Александрович, тут важно вот что отметить из негатива. Наверное, все-таки начнем наш с вами разговор, поскольку в списке оборонных нужд Украины самолеты занимают восьмое место. Об этом сообщают в Пентагоне, и заявила об этом помощница главы Пентагона Селеста Воландер. Вот как вы считаете, почему аж самолеты на восьмом месте, учитывая то, что весь мир гудит о том, западная пресса особенно любит обсуждать украинское контрнаступление, которое ожидает, но почему-то самолеты на восьмом месте? Два обстоятельства, на мой взгляд, в связи с этим можно обговорить. Первое, что из того, что прописывается, как бы это одно и продается, а как реализуется, тут вопрос. То есть самолеты, например, с советского образца, как мы знаем, передаются, по возможности находятся по миру и пополняются таким образом. Хотя, понятное дело, что разговор надо вести в первую очередь про базовый самолет поколения 4+, с натовским вооружением. Я подчеркиваю, именно с авиационным натовским вооружением, потому что это дает качественный прирост наших возможностей. Кроме того, во-вторых, это касается того, что наши летчики уже якобы обучаются, и это просто так не делается. Следом, есть подходы по времени, распределение того, что необходимо. И, понятное дело, даже с учетом этого обстоятельства, что учится, и когда будет принято политическое решение, это, безусловно, ускорит процесс, но на это понадобится время. О действиях наступательного и контрнаступательного характера, которые ожидаются, скорее всего, будут уже в мае месяце. Поэтому тут очень важен фактор времени, и такие просьбы наши, они занимают соответствующее место. Необходимость, конечно, на явности и применение этого оружия, она первостепенна. Ну, а вот по распределению, как это видится, как всегда, американцы отвечают за глобальное состояние в мире. И все с этим есть два обсесса, которые, они не хотят, значит, чтобы была эскалация этого участия своих войск и натовских в нашей войне. Хотя мы считаем, что и с союзниками эта война наша, потому что они активно помогают. И главное, что мы отставим интересы не только свои, а и Европы, и мира в целом. Поэтому, и во-вторых, конечно, вероятность применения тактического ядерного оружия, вот как бы и там соотношение, что, когда. То есть есть какие-то, наверное, оговоренные, скрытые вопросы, связанные с тем, что если поставят они нам самолеты, которые уже странные некоторые задекларировали, что готовы, но сдерживают, безусловно, это все американцы, то могут поставлять баллистические ракеты Иран, Факих-110, Изюльфикар, например, Китай. Несмотря на то, что состоялся вчера разговор, очень знаковый, конечно, но говорит о том, что если поставляет Запад нам вооружение, то он готов поставлять России своему сателлиту и так далее. То есть есть еще взаимозавязанные вопросы мирового масштаба, поэтому, ну вот, получается так, как вы это довели. Вот в то же время она дополнила, что сейчас в приоритетах, конечно же, противовоздушная оборона, артиллерия и бронетехника. И в то же время есть утверждение о том, что Киев получит оружие для контрнаступления в срок. И с таким сообщением выступил на слушаниях в Конгрессе командующий Европейским командованием вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал-армиша Кристофор Каволи. Он убежден, что Украина вовремя получит обещанную технику для контрнаступления. И, собственно говоря, 98% обещанных ему, значит, боевых машин тоже будет, можем услышать прямую речь. «Мы сели вместе с украинскими коллегами, посчитали количество оборудования, в котором они нуждаются для этого наступления, и мы собрали это от наших союзников, которые были очень щедрыми, особенно в вопросе танков и бронированных боевых машин. И мы поставили всё это в Украину. Мы доставили уже более 98% боевых машин. Они уже там. Мы доставили необходимое им оборудование, и мы продолжим поставки, чтобы поддержать их». Кристофор Каволи, верховный главнокомандующий, объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. В особенности, как будет это влиять, скажем так, даже на реакцию нашего врага, на Российскую Федерацию, насколько это их, возможно, демотивирует, и они даже, может, побросают рыть окопы. Как вы считаете, насколько это существенная помощь нам для контрнаступления, и как такая информация повлияет на нашего врага? Ну, как говорится, на болотах там полая по этому поводу. То есть, они уж как могут интерпретируют. Скобеева совсем там сходла и почернела. И многие из них задумываются, чем это обернётся им персонально. Поэтому вся там спесь пропагандистская с большинства из них сбита в этой машине путинской пропагандистской информационной войны. Ну, суть не в них, а значит, ну, надо иметь в виду и отдать должное, что наши союзники, те вопросы, которые, может быть, долго разбегаются, но которые уже приняли решение и спланировали, они в основном и в полном объёме выполняются. Для нас это принципиально важно, в том числе и в преддверии вот этих широкомасштабных наступательных, контрнаступательных действий, которые находятся наши силы обороны. Ну, и это, конечно, надо приветствовать. А вот что касается поставок, что же, если самолёты не даются, она для проведения такого рода действий наступательно важна. В самом начале, ну и потом поддерживают нанести мощные удары по объектам противника на участках, где необходимо осуществлять будут прорывы. Если авиация в этом играет важную роль, но большинство поражения цели, 70-80%, выполняют задачи артиллерии. Поэтому разговор идёт об артиллерии и особенно боеприпасах. То есть даже наличивающие у нас артиллерии, и старой советской, то, что было особенно поставлено нашими союзниками, более точной, эффективной, значит, они могут выполнять вот эти задачи на обеспечение прорыва при наличии достаточно большого количества боеприпасов. Поэтому надо это делать. Ну и теперь, если, то есть самолёт можно рассматривать, особенно базовый, натовский, с его возможностями, это как средство нанесения цели, о которой мы говорили, а также в плане противовоздушной обороны, как истребитель. Если у нас нет качественных, значит, истребителей, то эти вопросы необходимо закрывать средствами противовоздушной обороны. В том числе, как известно, поступили комплексы «Патриот», несколько батарей с противоракетными возможностями. Ну вот, может быть, там дальность. Мы ожидали, что всё-таки дадут на 160 километров ракеты, но, может быть, дальше и дадут. По крайней мере, есть открытая печать разговор о том, что ракеты к ним дальности на 80 километров. Это сопоставимо с нашим ещё старым советским С-300. Но будем надеяться на эти перспективы. Поэтому средств ПВО надо больше. И надо, чтобы были не только комплексы ближнего и среднего радиуса действия, а очень важны дальняя рука и в зенитно-ракетных комплексах. Для того, чтобы, например, сбивать самолёты-носители российские, корректированные у бомб. И, естественно, самолёты нового поколения 4+, с возможностями авиационными применения средств, воздух-воздух, ракет, например, АИМ-190, которые могут стрелять до 180 километров. И на больших дальностях обнаруживать воздушные цели противника. Поэтому вот эти приоритеты ближайших поставок вместо тех же самолётов, они очень важны и нужны. Мы видим, что осуществляется весь вопрос в сроках и массированности такого рода поставок. Игорь Александрович, смотрите, далее хотел бы, чтобы вы прокомментировали вот такую позицию, которую озвучил глава Украинского Минобороны. Технических ограничений по дальности предоставляемого Украине оружия у партнёров уже нет, а политическое решение о передаче Киеву самолётов принято, заявил в интервью «Интерфакс Украина» министр обороны Алексей Резников. На мой взгляд, политических причин не предоставлять Украине самолёты на сегодняшний день уже нет. Раньше те или иные виды оружия носили политический характер, потому что был отголосок вот той старой доктрины «давайте не провоцировать россиян». К счастью, наши партнёры уже от этого практически отошли. Но некоторые отголоски ещё есть. Фантомные боли всё равно присутствуют. Алексей Резников, министр обороны Украины. Игорь Александрович, вот как раз бы с вами хотел поговорить об определённых аргументах, которые, возможно, звучат по поводу, ну, вот этого, знаете, непредоставления пока авиации натовской, я имею в виду авиационные машины семейства «Ф», соответственно. Ну и если говорить о дальности, да, вот если говорит Резников о том, что технических каких-то вещей нет, но есть вот эти политические отголоски. Как вы оцените вот остроту этого вопроса, да, насколько она уменьшилась? Или пока нам вот рассчитывать на те средства, которые будут бить, в частности, не знаю, там, по Керченскому мосту, к примеру, с возможных каких-то точек, то пока не приходится? Это очень важный такой посыл. Естественно, наш министр обороны находится внутри решения этой проблемы, и военно-политическое руководство понимает значимость такого рода вооружений и постоянно борется за, как бы, определённую трансформацию в головах руководства наших союзников, и мы видим, что она происходит, но не всё так быстро, как нам хотелось бы, и, как уже говорилось, не в той массированности, как требует ситуация. Потому что многие вооружения, они эффективны тогда, когда поступают, значит, в тех количествах, которые обеспечивают бы эффективность и внезапность применения этого оружия. Для противника это наиболее болезненный, как бы, подход. Поэтому они, где могут, борются против этой их проблемы. Мы отставим интересы нашего государства и народа вместе с союзниками, и мы, безусловно, добьёмся своих результатов раньше или позже. Ещё хотелось бы уточнить, точнее услышать вашу оценку, в каком состоянии авиация, в том числе наших врагов, по последнему сообщению, что в Мурманской области потерпел аварию сверхзвуковой истребитель МиГ-31. Ну, вот Минобороны заявили, что это, Российская Федерация, что это произошло при выполнении учебного полёта, и, скорее всего, он потерпел крушение из-за возгорания. О чём это свидетельствует? Это всё-таки состояние плохой авиации, это некомпетентность, возможно, тех же лётчиков, которых надо и подготовить, а мы понимаем, что много утратила Российская Федерация профессионалов в этой войне. Как вы видите, какие оценки дадите? Ну, вот самолёт, как бы, там, катастрофа, скорее всего, но был уничтожен из-за возгорания. А возгорание из-за чего произошло? Возгорание из-за чего? А бомбы, которые падают, да, посреди города, в том же Белгороде, давайте вспомню, одна вообще не разорвалась? Совершенно верно. То есть, вот делается такая информационная подача, как бы произошло, но тут ничего страшного, это, вот, как бы, причины же ясны, вам сказали из-за возгорания. А вот причины возгорания, это уже зачем вам детали, как бы, обывателю из тех же болот глубинных. Поэтому мы, кто вот отслеживает, я надеюсь, большинство наших граждан информацию о состоянии действий на войне, видят, что часто, густо, просто у нас, если не еженедельно, то уж ежемесячно точно происходят какие-то у них такого рода события. И это отражает состояние и военно-промышленного комплекса, и состояние уровня эксплуатации сложного вида техники. Потому что ведь самолет в воздухе, это не просто летательный аппарат с летчиками, которые там на борту. Это целая система обеспечения этого процесса. То есть аэродромная сеть, на ней там инженерная, работа техников, инженеров, вооруженцев, ну и очень разных специалистов. И поэтому, поскольку это сложно, то выполнение такого рода задач в условиях ширкомасштабной войны проблемно для любого государства, в том числе даже для такого большого ресурсного, как Российская Федерация. Ну и с мотивацией у них соответствующим образом, как бы там ни говорили, по большинству своем задумываются. И поэтому многие вопросы по-русски решают спустя рукава. И вследствие этого происходит то, что происходит. И, в общем-то, это нам на руку. И, конечно, мы будем действовать таким образом, представители нашей средства, нашей силы, в том числе и силы спецопераций, например, партизаны, подпольщики, которые действуют, в том числе на той стороне фронта, чтобы все это для них усугублялось. И вот они имеют такого рода перспективу, и им по делам. Игорь Александрович, давайте с вами далее поговорим о важной теме, о боеприпасах. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал входящие в Североатлантический альянс страны наращивать производство оружия и боеприпасов, а также быстро пополнять запасы. Открывая заседание конференции национальных директоров по вооружениям в штаб-квартире НАТО, он подчеркнул, что это укрепит сдерживание и оборону альянса, позволяя продолжать поддерживать Украину. Но вот смотрите, Игорь Александрович, есть заявление со стороны альянса, но есть разная информация, которая поступает с разных медиа, с разных СМИ о том, что Европейский Союз, знаете, вопреки вот этим заявлениям о том, что они поддержали идею и решили предоставить Украине на протяжении года там, да, вот миллион боеприпасов, но сейчас там возникают определенные вопросы по поводу того, где эти боеприпасы доставать, как возобновлять их производство, ну и возникают определенные вопросы по поводу отдельных стран или государств, которые, ну, могут ставить палки в колеса этому процессу. Вот как вы оцениваете возможности Европейского Союза достичь вот этого единства в том, чтобы именно таким образом поддержать Украину? Это более политические решения принимаются, да, по поводу невозможности вот сейчас хотя бы, да, или там недостаточности, или это вот реальные проблемы, с которыми сталкивается та или иная страна Европейского Союза или же Североатлантического Альянса? Ну, во-первых, это отражает истинное состояние дел в этом направлении, что там есть не все так однозначно и есть проблемы. Отражает военно-экономическое состояние, потому что выделилось 2 миллиарда, например, евро, Евросоюзом на снаряды для Украины, боеприпасы. Из них они нашли возможность миллиарда реализовать на предприятиях Евросоюзу, а еще миллиард, но они не успевают по времени, по всему этому. И когда возник вопрос, что его можно использовать, чтобы сделать закупки в других странах, для того, чтобы это было быстро, как нам необходимо, то даже Франция, например, начала возражать, что надо рассматривать, надо лучше позже, но, собственно говоря, по Европе. Но нас, конечно, такой подход не устраивает, потому что мы уже обсуждали важность поставок и быстрых, потому что даже тем количеством средств, артиллерийских, например, которые ствольные, системы залпового огня, артиллерии, нам необходимо большое количество боеприпасов, чтобы как-то компенсировать вот эту разницу и превышение потенциала в этой области ракетно-авиационной и артиллерийской у противника. Поэтому идет сложная работа в этом плане. Значит, ну и есть перспективы преодоления, то есть там и заявления соответствующие, что все равно найдут пути решения этого сложного вопроса. Но, опять-таки, поскольку у них принцип консенсуса много где введен, то он требует времени и согласований. С учетом наших обстоятельств по подготовке и оставшегося небольшого времени до начала, конечно, для нас это не лучшим образом, но менять ситуацию можно только путем тяжелой, кропотливой работы с руководством нашими союзниками, что, собственно говоря, и происходит. Да, спасибо вам. Благодарим за разговор. Игорь Романенко, основатель Благодарительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке, ну а также замначальника генерального штаба ВСУ Украины в 2006-2010 годах был с нами на связи.